Я хотел бы в начале своего выступления благодарить вас лично, всех президент ЦК и всех вообще коммунистов, которые подняли свой голос в защиту нашего коллектива. А наш коллектив действительно уникальный. В этом году, 10 ноября, уже будет 102 года, хотя наши оппоненты считали, что мы до 100 лет не доживем. И так как юристы, которые представляют фирму, которая командует там единороссия, так и говорили, что до 100 лет не доживете. А уже 102 годовщина. Поэтому спасибо вам огромное. А также хочу сказать огромное спасибо всем партийным организациям, коммунистам, вообще всем нашим соединникам за поздравления в связи с шестилетием. Это очень приятно. И тем более, что это поздравление не только мне, а всему нашему дружному коллективу совхоза имени Ленина. А теперь, возвращаясь к нашей сегодняшней теме. Учитывая то, что ознакомились все абсолютно с докладом, хочу сказать, что данный документ, на мой взгляд, является руководством к действию не только для КПРФ, но и для всех левых прогрессивных политических сил. Потому что тут путем глубокого анализа влияния на мировое развитие вообще всех народных фронтов, которые, а это очень хорошо было показано в докладе Генея Андреевича, видно сразу, что на основе марксизма-ленинизма мы можем сказать, что есть единственная политическая сила в нашей стране, которая может консолидировать все левые движения и дать возможность развития страны в совершенно другом направлении. Причем вот эта наша существующая политическая ситуация на момент конца 2020 года показывает, что партия власти фактически завела страну в тупик. и она же имеет преимущество или там подавляющее в руководстве не только представительных, но и исполнительных органов власти. И тут я хотел бы обратиться к докладу, где в разделе «Конкретный опыт в истории» прямо было показано, что есть только два пути выхода из этого кризиса. Это либо фашизация, либо социализация общества. И там очень интересно рассказано, а я об этом, кстати, не знал, как Рузвельт выходил из кризиса 30-х годов прошлого века. И он фактически, не имея, его трудно назвать коммунистом или там приверженцем левых идей, но он выполнил именно то, что предлагает сейчас КПРФ. Он встал на левые позиции. Он совершил фактически левый поворот. И я считаю, что в нашей стране именно сейчас только левый поворот может спасти нас от еще большего сползания в рецессию, вот в этот кризис, который мы уже фактически в шестой год испытываем. В шестой год подряд падают доходы населения, увеличивается безработица. Больше 20 миллионов наших граждан находятся за чертой бедности. И это позволяет сказать, что мы сейчас находимся в ничуть не лучшей ситуации, чем США в 30-е годы. Левый поворот, который возможен только при создании Левопатриотического фронта, он, как правило, замечено в докладе, не чисто партийный. Это именно объединив всех левых патриотических, профсоюзных, рабочих движений. И я тут хотел бы сказать, что вот этот цитат о том, что взяться за большие задачи, присоединить к нам профсоюзные движения, и я еще бы добавил движение трудовых коллективов, потому что именно трудовые коллективы, совет трудовых коллективов могут существенно изменить ситуацию. Именно они сейчас являются наиболее пострадавшими, вот даже на примере наших предприятий, таких как Уссоль-Сибирская, Звениговская, наши предприятия, да и всех честно работающих на территории предприятий. Мы находимся практически под огромным административным, рейдерским и другим давлением. Если в ближайшее время не изменить ситуацию, то мы до конца потеряем и промышленность, и сельское хозяйство, и поэтому только левый поворот может спасти трудовые коллективы. Это хорошо изложено в докладе. Я еще раз хочу сказать, что вот это вот лидеры, которые, как замечено в докладе, именно лидеры вот этого фронта, независимо от партийной принадлежности, об этом сказано, должны составить основу правительства народного доверия. Наша главная задача – это доказать власти и сделать так, чтобы они пошли на диалог и в левом, ну или там поливевшем правительстве были представители Коммунической партии Российской Федерации и всех вот этих левых движений. Я хочу также поблагодарить Геннадия Андреевича за то, что он включил в свой доклад предложение о создании Комитета защиты народных предприятий, прогрессивных политических деятелей. Нам это просто необходимо, потому что одним мы, конечно, от этих бандитов, в том числе и из партии власти, не отобьемся. В завершение своего выступления хочу цитатой, которая на самом деле является, по-моему, главной. Нужно действовать, нужно решительно брать на себя инициативу, нужно дружно выступать за новую политику, которую предлагает КПРФ и наши союзники. Мы готовы и далее активно работать над этим в рамках Народного патриотического фронта, за народовластие и возрождение Родины, за справедливую и достойную жизнь. По-моему, лучше не скажешь. Спасибо, Динамин Андреевич, спасибо всем членам, ну и участникам нашего плена. Спасибо.